Итак, сегодняшний семинар у нас является по большому счету логическим продолжением того, который я читал в декабре, я там рассказывал про видео, сегодня поговорим про аудио. Так или иначе, мне периодически приходится общаться с людьми, всем практически приходится что-то собирать, все люди слушают музыку, все люди смотрят фильмы, читают книги. Про фильмы и про видео, как такое мы уже говорили, надеюсь кто-то там был, кто не был, может как-нибудь повторим. Сегодня я хочу поговорить про аудио и если успею про книги, про аудиокниги, если успею, то про электронные книги тоже. Ну, музыку люди собирали всегда, раньше собирали на виниловых пластинках, на пленках, сейчас пришло время компакт-дисков, а точнее даже время компакт-дисков уже уходит. И, собственно говоря, отсюда и сегодняшний семинар, потому что человек, купивший диск, зачастую даже не знает, что с ним делать, может слушает уже не на плеере, но некоторые, кто слушает дома, конечно, это плеер. Но основная масса людей это слушают где-то в метро, может быть, может быть, просто идя по улице, да даже автомобили уже все перешли на mp3, кому повезло на lossless. Поэтому мы сегодня поговорим, как нам из нашей коллекции компакт-дисков правильно, корректно сделать цифровые файлы. Конечно, есть другой вариант, их можно уже готовы покупать, но в России пока с этим сложно. Практически нет, скажем так, я не знаю, правильно сказать, я не знаю ни одного реально работающего официально магазина, продающего файлы. Есть ресурсы, которые на донейшн предоставляют файлы типа другий ком и некоторых других, но реального магазина, как тот же самый iTunes. У нас нет ничего подобного. Ну, это все, собственно говоря, вот такого уровня магазина называть невозможно. То есть у нас был all of mp3 магазин, да, который обвинили во всех смертных грехах, который честно платил правообладателям, просто я знаю, потому что сам являюсь правообладателем и агентом многих правообладателей и просто знаю, что они платили. Это может маленькие деньги, но больших денег, честно говоря, не платят нигде. То есть тут есть объем продаж уже. Поэтому вот таких вот объективно больших магазинов, продающих файлы, я вот двумя руками за магазины. Маленечко отступление пока. Я двумя руками за магазины, продающие файлы, потому что на сегодняшний день компакт-диск это уже, ну, что-то можно назвать каменным веком. Вот, то есть человек, вот чем был хороший магазин, который сейчас не существует, там можно было купить себе файл как в Lossless формате, даже в WAP, вот так и в mp3 нужно тебе битрейт, а ты сам его выбирал. Вот это самый оптимальный был вариант. Таких магазинов у нас на сегодняшний день нет. Хотя я считаю за ними будущее, потому что человек должен иметь выбор, хочет он заказать, как предположен любой софтварный магазин, да, какой-нибудь softkey или что-нибудь другое. Человек может заказать коробочную версию, то есть ему по почте придет диск с упаковкой, как угодно, может поставить его на полку, может там смотреть на него, как-то показывать гостям, может просто заказать файлы, причем нужного ему битрейта и получит то, что им надо. Если человеку, ну, нет у него какого-то особого, особых претензий, особого слуха, его устраивает там 128 битрейт, mp3, ну, зачем его мучить, как говорится, да. А все-таки это у нас, я думаю, ну, более 80% людей, когда их устраивает то, что называется фарш, то, что, ну, вот в моей среде принято называть. Ну, это уже не та история. Видишь, тут ноги сядут, улыбаются, даже подозреваю, кто и подозреваю, почему. Ну, это уже другая тема, я думаю, мы о ней потом попозже поговорим. Итак, что нам нужно для того, чтобы самим, раз у нас нет магазинов, сделать нужные файлы, да. Нам нужен корректный граббер, то есть та программа, которая сможет сделать копию, копию файлов с диска в mp3 или в lossless. То есть, опять же, вот употребляю два разных понятия. Есть lossy-форматы, куда входят mp3, OJR, некоторые другие форматы. Ну, то есть форматы с потерей качества. Это те форматы, которые более популярны, самые популярные, как известные mp3. Они имеют маленький размер и они из-за этого очень популярны, потому что целую пластиночку можно толкать буквально в телефон с очень маленьким объемом памяти и слушать и получать удовольствие. Есть форматы, называемые lossless. Это форматы такие, как FLAC, API, WAVPAC и некоторые другие, более экзотичные, мы о ней говорить не будем, их порядка десяти, но более популярны вот эти вот три, которые я назвал. Ну, конечно же, еще это ALAC, это родной яблочный lossless формат. Вот четыре, скажем так, формата, которые достойны внимание, это те, которые форматы без потери качества. Ну, есть тоже спор, насколько они с потерей или без потери качества. Это тоже, опять же, теория. Ну, будем считать так, что это просто как вариант с сжатого RAR файла. То есть можно их слушать. И мы можем сделать копию диска как с потерей качества, то есть маленькие файлы, нас это устраивает, так и, ну, предположим, просто скопировать диск как таковой. Для этого нам, я, вы можете, кстати, не записывать, как и в прошлый раз я подготовил специальный файлик. У нас есть по семинару небольшая PDF-ка. Так, где-то здесь я спрятал. Так, 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 так. Ладно, я потом ее найду просто. А, вот она. То есть где у нас, в принципе, я перечислил все, о чем я сегодня планирую рассказывать, все файлы, точнее, все программы с ссылками на их родные ресурсы. И если вот так вот сейчас бегло посмотрите, у нас 90% программ, которые я сегодня приготовил, они бесплатные. То есть вы просто потом можете либо у меня на флешку куда-то этот файлик взять себе, либо отправить можно при кто-то на почте. Поэтому можете не записывать, не запоминать, не мучиться. Итак, нам нужно чем-то делать и нам нужно чем-то слушать. Начнем с чем-то делать. Первый, который я хотел бы, в первую очередь, так сказать, программу, которую я хотел бы представить. Называется она LSD. Такое маленькое наркоманское название. Вот она. X-Lost SD-Coder, XLD. Вот. Это та программа, которая, я считаю, наиболее оптимальная для производства копий. Так, что-то я тут со своим плохим зрением далеко плохо вижу. Да, 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 да. Вот. Вижу. Так. Я сразу же продемонстрирую, что мы имеем. То есть для начала я просто зайду в настройки, покажу. Она не так давно получила русский интерфейс. Все стало по-русски. Можно выбрать здесь тот вид, скажем, формат, который нам нужен. Можно wave, можно lossless форматы, lossy форматы вот mp3. Вот. И настроить, соответственно, параметры этого формата. Либо постоянный, либо переменный битрейт. Ну и, соответственно, если мы выбираем постоянный битрейт, то можно выбрать, опять же, такой, какой нам нужен. Потом говорим ok. Вот. Вот. Программа умеет, так сказать, скачивать теги из интернета, с dbd, с sdb файлов, с серверов. Вот здесь настроечки есть. Вот. Можно настроить корректное считывание. То есть тут можно настроить параметры рипа. В принципе, ну, естественно, куда и как. То есть тут есть варианты очень много кодировок. Вот. Вот. А также, в принципе, программа умеет делать как рип копию диска. То, что я предпочитаю. Это cd-имидж, так называемый. Когда у нас два файлика. Это qi файл, который содержит всю информацию о треках. И просто один медиафайл одним файлом. То есть не гора треков, а два файлика. Вот. Так и можно по файлово резать. Вот. А можно, мы можем этой программой как делать копию с диска. То есть файлы. Так можем и просто конвертировать файлы между собой. Опять же, мы можем из имиджа, восприняв его здесь как диск, разрезать его на треке потом. Это очень актуально, потому что у меня очень часто как раз спрашивают. А вот я там где-то как-то. Вот. У меня вот это есть копия диска. И как вот мне вот сделать так, чтобы он был по треку. Вот. Как раз, пожалуйста, эта программа очень удобно. Может распилить его на треке. Давайте мы просто посмотрим, как это выглядит. Я буду надеяться, что мой уже далеко не новый сидюк нас не подведет. И он прочитает нормально все наши адвенески. Небольшая пауза, пока он его считывает. Вот. То есть... Так... О, шокшит. Появился. О, это у нас сразу же выпадал iTunes. Он тоже его увидел. Мы его уберем. Вот. Кстати, iTunes точно можно распиливать на части или делать копию диска. Но она умеет работать только в формате MP3 или в формате... Вот. Поэтому мы его тоже... М? Да. Ну, многим этого хватает. Если, опять же, мы говорим о тех людях, кому нужен просто MP3, вполне хватит iTunes. Мы потом об iTunes поговорим, потому что он, как бы, у всех и так понятен, а вот об этой программе знают не все. И так... Ну, вот он уже нашел у нас диск. Вот он часто уже сразу же так настроен на корректное реппение диска. Вот он начинает определять зазор между дорожками. Это все какое-то небольшое время. После этого он должен полезть в интернет и найти теги для файлов. И, по возможности, обложку если найдет. Обложку не нашел. Опять он вылез. Ой, депоративный. Так, вот. То есть, что мы здесь можем? У нас здесь показаны все треки, которые на этом диске. Обложку, в принципе, если она у нас есть, мы можем сканером сделать сами небольшой коврик и просто драк-н-дропом сюда бросить. Вот. Мы можем либо все треки сейчас скопировать, либо мы можем просто снять галочки с ненужных нам треков и скопировать там один нам при кожем трек нужен, да? Давайте ради интереса мы это и сделаем сейчас. Вот один трек. Вот. Тут мы можем выбрать внизу варианты. Либо это будет у нас потрековая, либо, как я уже говорил, образ диска в виде файл и куя. Ну, мы берем потрековую, да? Так, что мы там выбрали, честно говоря, уже забыл. Там у нас, по-моему, mp3, да? Ну, пускай будет это mp3. Нет, давайте пускай это будет из вредности не mp3, а флаг хотя бы. Или даже не флаг, а так как мы все-таки находимся в яблочном месте. Пусть флаг. А пусть флаг, да? Из вредности. Давайте пусть все-таки будет яблочный файл. Пусть чаще флаг встречается. Ну, это да. Ну, пускай будет флаг. У нас флагов и так хватает. Ну, давайте. Пускай будет флаг. А вопрос. Постоянный битрейт и переменный. Влияет? Влияет. Влияет на вес файла. А, вес файла. Ну, опять же. Дело в том, что постоянный переменный битрейт, он бывает только в лоссе форматах. В лоссе форматах не бывает постоянно переменного битрейта, потому что переменный битрейт, он урезает некоторые частоты. То есть, соответственно, там где, по его мнению, информации мало, там у тебя будет очень маленький битрейт, буквально никакой. То есть, тихих звуков не будет? Да будет, ничего не будет. Ну, тишина, где-то там скрипит. Это если переменять. Ну, вот просто, да. Вот сидит просто аудиоманьяк, я просто знаю, что он хочет сказать, поэтому потом отдельно к вопросу перейдем. Вот. Соответственно, для человека, который, ну, не имеет претензий к качеству, я просто знаю, что большинство людей слушает, да, многих людей устраивает даже 96 кбит в секунду битрейт. Вот. Поэтому слушают на мобильных телефонах без нормальной санкарты. Поэтому, ну, для этих людей, в принципе, важен, наверное, все-таки вес. То есть, сколько они смогут напихать на свой плеер. Потому что, ну, посмотри, выйдите в метро, посмотрите, на чем слушает основная масса людей, просто на улицу. Вот. Тогда просто отпадет разговор о том, нужно там или не нужно это что-то. То есть, тут есть сумасшедшие типа меня, которые покупают дорогие наушники, которые покупают дорогой плеер, и то это тоже маниачество. Мне вот некоторые, знаю, бросят камни. Слушай, я вообще слушаю на этом, а не слушаю. Наушники, наушники, как бы, хорошо. Да. Поэтому... Хорошие наушники – хорошо, плохие наушники – плохо. Я согласен. Вот. Поэтому... Поэтому... Тут важно... Для людей, когда важен объем, то да, выбираем переменные битраки и получаем просто существенно более низкого веса файла. Вот. То есть, у нас вот MP3. MP3, насколько я помню, мы, по-моему, 300... А, нет, мы флаг выбрали, пардон. Тут тоже можно выбрать, флаг, он бывает тоже разный. Можно максимальное сжатие установить, можно минимальное сжатие установить. Можно минимальное сжатие установить. Думаю, многое займет. Вот и хорошо, да? Так. Хорошо. Так. Куда у нас? Мюзик нам не надо. Пускай нам на рабочие столы. Мы выбираем место, куда. Можно выбрать вариант в ту же самую папку. Вот. Ну, если это из какой-то папки, да? То есть, если это единственное, по умолчанию в мюзик будет бросать, естественно. Вот. Либо в папку, которую мы сами задали. Вот. Так. Ну, все. То есть, тут у нас все более понятно. Давайте попробуем все, что сделаем, конвертировать. И можно, ну, так как у нас один файл, это произойдет довольно-таки быстро. А так можно идти спать. Или пить чай. Опять же, в данном случае мы диском занимаемся. Если мы делали просто из файла в файл, то это можно пакетно просто целую гору файлов загрузить и просто куда-то там идти своими делами заняться. Пока он будет это делать. Один файл, в принципе, довольно-таки быстро. Вот. Ну, пока вот он нам тут его, так сказать, превращает в файл, мы сразу же должны подумать, мы потом вернемся к программам RIP, а не еще, пока у нас есть время. Мы должны это чем-то слушать. Мы должны это чем-то слушать. Соответственно, я предлагаю обычно для прослушивания программу под названием COG. Вот. Почему COG? Это всеядная программа. Их на самом деле очень много, плееров, которые всеядные или около всеядные. Но COG, это для тех, кто знаком с Windows, есть там волшебная программа, называется Fubar 2000. Вот. Это аналог этой программы. По большому счету, практически такой же. Если взять Fubar без каких-то сборок, голый, то он даже выглядит почти так же. Соответственно, когда мы файлы изграбили, у нас Lossless файлы, то есть Lp3 мы можем слушать в iTunes, мы можем слушать еще в чем угодно. Очень много плееров с файлами Lossless, выбор поменьше, и самое главное, с файлами, которые представлены в виде образов дисков. То есть QE и FLAG. Так, вот у нас он. Не против. Вот. Он вывел лог, так сказать. То есть он нам рассказывает, были ли какие-то ошибки, как с Гайбл. То есть это для тех, кто любопытен, для тех, кто понимает что-нибудь в этом. Для тех, кто просто обычный юзер, это может не нужно, можно отключить. Вот он файл. Все. У нас готов файл. То есть, в принципе, можно, конечно, померить объем, но все нам даст, если мы его берем с диска. Мы же не файл файл перегоняем. Объем у нас 33,9, то есть 34. Что? Делительность стрека. Делительность стрека. Сейчас посмотрим. По-моему, там минут 6. Так. Ай. Что? Да? Ну, может быть. Мы поставили практически без сжатия его. Мы уже выбрали нулевое. Если мы выбрали максимальное, было бы, конечно, поменьше. Можем провести эксперимент, еще раз сделать его, но уже без, скажем так. 5,5,5,5,5,5. Да. Делаем еще одну копию. Да. Ну, можем MP3. MP3 сразу вам скажу, сколько будет весить. Хотите, мы сделаем три варианта. То есть, нужно ли нам делать еще сейчас копию с минимальным уже? Не надо. Я тоже думаю, не надо. Вот. В принципе, тратить на это время не будем. Ну, это у нас выдернутый трек, так сказать. Вот. А прослушиваем мы, как сказал же, Когом. У меня он, в принципе, уже настроен. Видите, вот он показывает, что он будет слушать его Когом. Так, это мы выключим. Мы сейчас плейлист почистим, потом просто еще раз загрузим. Вот. Все у нас есть. У нас есть все теги сразу же. Вот так вот для начала выглядит Ког, соответственно, плейлист. И вот так вот файл. Как только у нас звук не подключен, поэтому… Оценивать звук мы не будем, да, ни к чему. Пожалуйста. Вот. То есть, почему, как я уже сказал, почему эта именно программа? Потому что, во-первых, она содержит все самые популярные lossy и lossless форматы. Потому что она, пожалуй, самая корректная программа по копированию файлов. То есть, минимальное количество ошибок можно настраивать, погрешности здесь вот. То есть, здесь можно выстроить очень тонкие настройки, по которым, как видите, можно включить, выключить сигналы ошибок C2 и так далее. Вы предлагаете что-то настройки привода? Да, да, да. Потому что дело в том, что можно включить коррекцию по приводу и так далее. Вот их очень много. Я автоматически определился. То есть, она предлагает найти из файла? Дело в том, что есть некий опыт. Вот я как раз только что хотел сказать. Эта программа, как я сказал, Ког является аналогом… Вот я сейчас дважды, извините, матерюсь с Windows программой Fubar 2000. Так, вот эта программа, XLD, да, она является по большому счёту, ну, кто знает, программы EAC. Не копия, а аналогом. То есть, это, в принципе, две программы там, EAC под Windows и вот LSD, XLD под Mac. Это программы, которые лидеры. Которые лидеры именно по качественному копированию файлов, да. То есть, минимальное количество ошибок. И поэтому, вот за счёт вот этих вот возможностей настройки, в частности, вот отключение ненужных функций и, наоборот, подключение нужных в виде того же лога, очень многие аудиофилы сильно переживают, когда нет лога файла, чтобы не могли посмотреть, как проходил процесс копирования, не было ли каких-то ошибок. То есть, ну, какие-то царапинки, пыль на диске – это всё отражается в логе, потому что в этом месте замирала вертушка. Вот. Она прочитывала несколько раз это место. Есть вариант, что здесь может быть какая-то ошибка бит-трека. То есть, опять же говорю, для простого смертного это всё наплевать, он может это выключить. То есть, люди, для которых это принципиально. Какой-то минимальный щелчок, который там появился, всё, ему этот файл уже не нужен. Вот. То есть, я вот это говорю. Отключается вот здесь. Отлично. Да, тут вот как раз возможны настройки. Вот. Вот. То есть, и также можно в этой программе, как я уже сказал, использовать её для не только работы с компактивными, но и между файлами. А в частности, что самое главное, можно куи файлы разделить на треки. Давайте сейчас попробуем. Ну, вот. Вот, пожалуйста, стандартный пример. У нас есть куи и вовпак. Ну, это обложка, мы её пропускаем, лог при ней. Мы открываем просто куи файл, и он принимает его как диск. Вот. Он воспринял его как диск. Соответственно, можно сделать ровно. Мы не будем, думаю, ещё раз копировать, судьба будет та же самая. Просто вы увидели, что мы его увидели, как обычный диск. Точно так же, точно так же, мы можем, предположим, вот у нас вот есть вот этот флаг, да, но мы захотели себе там на телефон сделать там, не знаю, там копию в mp3. Мы просто, опять же, надо нам его настроить на mp3, всё, что нам нужно. Выбираем mp3. Вот. Вот. Выбираем, специально выбираем вариант стандартного, традиционного 128 битрейта, да. Вот. Для рингтона? Почему для рингтона? Просто для прослушивания. Да. Может, для рингтона там выбрать вариант есть, да, а как? То есть, и всё, что нужно, мы бросим сейчас его драк-н-дропом сюда. Всё. Процесс пошёл. Соответственно, я ещё раз говорю, что, к сожалению, вот для меня mp3 вообще битрейт низкий, поэтому мы не будем говорить по поводу низкий, вот. Просто мы говорим о том, что есть определённая категория людей и большинство, которым нужно это. И большинство из них он ставит даже ниже битрейта. Вот. Собственно говоря, я думаю, что больше рассказывать про неё нечего. Только единственное, что можно, естественно, тоже там прописывать теги. Я там показывал настройки перед загрузкой. Он нашёл нам все теги, но бывает такое, что ну нету в базах, да. Особенно мы с русскими дисками, если дело имеем, то ну нету. Соответственно, он это поле пустое выдаёт, и вы можете руками прописать. Вот. Как пакетный такой, как автор-исполнитель даже пакетный, да, так и ну песни уже поштучно придётся писать руками. Там свой нормальный теговый редактор. В принципе, прописывает все мыслимые теги, какие есть. Вот. Так что. Так. Давайте я вам ещё один покажу, мы перейдём уже к плеерам. С этим мы закончили. Можем его закрыть. Да. Ну, компакт-диски чаще всего определяются, да, и базовым берём. Не всегда. Не всегда, да. Не всегда. Но у меня тут загадка произошла, значит, я переписал винилую пластинку на компакт-диски. И он её определил, да? И он её определил. Да, это очень просто. Потому что кроме вас до этого переписала какая-то фабрика и выпустил компакт-диск. Очень просто. Понятно. Дело в том, что записано было не на компьютере, а на специальном отдельном докторе. Я всё понимаю. Она совпала. Она совпала. Просто вот вы сделали похоже точно так же, как сделали скорее всего японцы. Подозреваю даже, кто скорее всего сделал копию этой вашей пластинки. Вот. Потому что есть определённые фирмы, которые специализируются как раз на переводе винила в современный компакт-диски и в аудиофильные форматы вот эти вот, которые… То есть параметры файла, если это какие-нибудь вы сделали. Просто да. Это то, что называется повезло, что вы отрезали там где надо файл и всё что-то сделали так вот. Я абсолютно шаг. Повезло. Вы совпали с какой-то фабрикой. Вот. То есть оно точно определил как есть, да? Потому что иногда… Потому что иногда… Все треки как… Это называется повезло. Потому что иногда бывает, что ему кажется, что он определил. И он определил какую-то откровенную чушь. Поэтому тогда просто надо сбросить и уже руками прописать. Вот. Вот. Есть ещё одна программка, которую тоже можно использовать. Ну, из непонятных никаких соображений, но можно использовать. Кому-то может нам больше понравится. Называется нам Max. Сейчас он тоже начнёт диск подгружать. Вот. Сразу же его увидел. Вот. Эта программка мне нравится меньше. Хотя бы потому, что она не так корректно… Там, как видите, мы только в него загрузили, а сразу уже нашло треки. Тут у него с этим чуть-чуть проблемы. Вот. Ну, при всём при том, она тоже умеет делать все необходимые вещи. Вот. Она может… Ручную можно прописать тег редактор. Вот. Можно обложки загрузить. Сюда какую-нибудь картиночку бросить. Что-нибудь бросим. Нет, это у нас не плеер. Это у нас тоже ещё один граббер. Вот. То есть, соответственно, настроить можно на нужные нам параметры. Я вот тут тоже флаг поставил. Вот. Выводы. Опять же, куда нам нужно всё это. То есть, она похожа. Вот. Она похожа, но у неё нет вот этих функций. Точные настройки. Вот. Как вот она считает нужным, так она… То есть, вы там вольны сами выбрать параметры. Надо ей проверять все два ошибки привода или не надо её проверять. Нужно ей там выводить лог, не нужно выводить лог. То есть, вот. Вы здесь не сможете этого сделать. Вот. Во всём остальном, опять же, для среднего пользователя здесь, пожалуй, есть всё, всё, что нужно. Причём даже есть варианты тегов. Как видите, есть варианты флаг, обезьяна, вовпак и так далее. То есть, хотя они, честно говоря, не сильно отличаются, но вот они есть в разном. Они решили вот так вот показать всё. Да, и она умеет сразу же пихать это в iTunes. Но если учесть, что iTunes, кроме MP3 и A-Lab, не понимает никаких файлов, то это, конечно, счастье. Что она умеет пихать в iTunes файлы, при этом предлагая более двадцати вариантов. Вот видите, более двадцати вариантов, причём даже намного более типов вывода. То есть, она богата, на самом деле, на типы файлов, но не богата на настройки. Она имеет место быть, она хороша, она бесплатна. Вот она удобна, но у неё чуть хуже с определением, скажем так вот. Но это можно прописать, опять же. В настройках можно указать другой. Так, где-то здесь я его видел. Не помню где. Где-то здесь можно прописать. А, вот, можно прописать другой сервер, соответственно. Вот, и может быть, она будет более корректно определять. То есть, давайте мы тоже попробуем так просто чисто визуально. Так. Ну, вот, давайте то же самое, что мы делали. Пожалуйста, QE. Возможности. В настройках. Так, пардон. Здесь. Отправлять на другое устройство файлы. Вот. То есть, вот, ещё один. Я, наверное, не буду детально останавливаться. В принципе, потому что мы о копировании с диска, как таких файлов сейчас поговорили. Он делает всё то же самое, но только он чуть попроще. Может просто кому-то больше понравится. Так у него бесплатно, вы можете поставить обувь, потренироваться, но он вам может больше понравится. Вот. Их, на самом деле, значительно больше. Вот. Ну, те, которые я не рассказываю, они просто, ну, совсем не интересные. То есть, они очень простые и просто ради них точно не стоит отказываться от того, что у вас уже есть на iTunes. В принципе, устройный граббер уже есть на iTunes, который вам потребовал. Вот. Я думаю, что с грабления всё. Теперь мы, наверное, ещё одну секунду уделим iTunes и перейдём к слушанию как-то колонну. Так. Где у нас iTunes? iTunes, iTunes, iTunes. Так вот он. То есть, вот видите, он тоже определил нам диск. Соответственно, всё, что мы можем, это его сграбить тут же. С нужными нам параметрах тоже можно в настройках выставить, которые нам нужны. Так. Сейчас я найду, где это у нас. Я просто уже честно... А, это у нас путь куда? Да, 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 да. А, вот оно. Да. Тут мы можем указать. Да, я чуть соврал, ещё AC он умеет. Вот. То есть, соответственно, WAV родной. Вот. MP3. ALAC. И вот. Ещё один lossy-формат. Ак. Ну, и соответственно тоже, куда, какие, какого типа. Предположим, то же самое MP3. И тут мы выбираем, вот лучше произвольно выбрать и руками установить, как вам нужен петрейд. Вот. Так что, в принципе, многих это устраивает. А где бетрейд выбирается? А, ещё раз. Сейчас, секундочку. Вот. Нет, мы сейчас поставим MP3. Вот. И вот тут мы выбираем произвольное. Вот тут просто сразу же говорит произвольное, у тебя, соответственно, больше возможностей появляется. Там-то у тебя просто уже встроенное. То, что называется традиционное, да? Почему? Я говорил 128. Существует 192. Это то, что снова слушает основная масса людей. Поэтому мы и не делали 320. А чё? А какая разница? И у все, любой рипер. Позволяется. Вообще не занимается. Нет. 320. Зачем? Он предлагает всё. Он предлагает просто вам. Конечно. Ты можешь вообще выбрать чистый, чистый файл. Для MP3 максимально 320. Для MP3 максимально 320. Да. Соответственно, тоже тут вот, пожалуйста. Точно так же для АК. Чистую сэмплирования можно выбрать. А 44, да? Понятно, что для MP3 всё это не серьёзно. Это достаточно или достаточно? То, что называется... То, что у меня лучше не спрашивать, а для меня это всё не серьёзно. Вот. Я слушаю по-другому. Вот. Но в принципе, потому что в данном случае, говорить серьёзно не серьёзно, это каждый выбирает для себя. Для тебя 302, ты говоришь 250 вместо 256 вместо 320. Для тебя уже и беда, да? Вот. А для кого-то 128, он говорит, ну и ладно, и вообще здорово, что так вот есть. Бывает и хуже. Вот. Поэтому, понятие вкуса, да? То есть, вот я вот пью сейчас чай из пакетиков, хотя кроме как здесь я нигде не пью. Ну, то есть, ну что сделать. Вот. Поэтому, соответственно, каждый выбирает для себя. То есть, вы имеете в виду, что берём битрейт, предположим, битрейт 128 и зачем-то переводим в битрейт 320, да? Ну, на трой габилизативе он мне приготовил запайл в два раза больше по объёму, то понятно, что качество он явно. Качество, естественно, лучше от этого не стало. Ну, вот вы, предположим, берёте, вот там, не знаю, полстакана сока, разбавляете его там водой, да? Потом берёте стакан побольше и разбавляете его ещё водой. Ну, сока-то там ещё меньше стало, сами понимаете, да? Положим. То есть… Да, то есть… Музыка хуже же звучать не стала. Хуже, чем есть, она звучать не стала, лучше она не стала. Она стала тяжелее в два раза. Она, может, стала хуже, потому что плеер усложнил. А чем забивать? Если это какой-то плеер. Ничем, пустотой. Такой пустотой? Ну, то есть в два раза больше пустоты? То есть… Да, то есть он, скорее всего, будет хуже, если звать. Ну, возможно, да. На слабых плеерах это будет просто тяжелее, скорее всего. Ну, я не думаю, что сейчас такие плеера у кого-то есть. Для кого проблема воспроизводить 320 вместо 128. Это, потому что, опять же, те же мобильные телефоны. Вот. А так, в целом, то, скорее всего, это просто… Ну, в целом, это просто трата времени. Вот. Трата места. Потому что у вас стало тяжелее, в основном, в два-три раза. А смысла от этого нет никакого. В этом, как раз, есть еще другая засада, другой вопрос. То, о чем был вот вопрос у меня по интернету, это как отличить, когда человек покупает компакт-диск, и как ему отличить, ну, или lossless file, скачанный из интернета, как ему отличить от сделанного из mp3. Это вот сейчас, может быть, я не знаю, честно говоря, в России, может, проходит период, но долгий период в России это было просто распространенное явление, когда брались какие-то mp3-файлы, их просто разжимали и из них сделали компакт-диски. И таких дисков было больше половины. Вот. На самом деле, вот я вам, я на этим вопросом задумался, и я скажу так, я не знаю, есть или нет, я не скажу, я скажу, не знаю, я программы под Mac, есть такая программа под Windows. Вот. Под Mac я такой программы не знаю, которая именно занимается анализом. Но все это сделать довольно-таки просто. Если это у вас диск, то, конечно, придется вам вафф с него вытащить с компакт-диска и засунуть его в любой аудиоредактор, показывающий спектр. Ну, предположим, там, не знаю, Amadeus или какой-нибудь другой. Любой, который показывает спектр. Таких редакторов больше половины. Вот. И, соответственно, по спектру посмотреть. Если это сделано из MP3, вы просто увидите, как вам сказать, как стриженный газон. То есть, нормальный спектр, он будет достаточно неровный, да, то есть, и там будут видны подъемы до, скажем так, определенных частот. А MP3 обычно бывает так вот ровно пострижен, как газон. То есть, вся верхушка, в общем, бывает срезана. Вот. А так, в принципе, на эту тему, если кому интересно, кому интересна эта тема, то вы можете просто зайти на сайт, ссылочка, можно взять у меня, на сайт VostokInform, и здесь есть, как отличить нормальный audio CD от плохого. Так сказать, статья про флэдж, про музыкальный. Вот. Это просто большая длинная тема. В целом, я вот, почему вот сейчас вспомнил это, потому что, во-первых, был вопрос про это, как отличить. Отличить можно, вот я могу сказать, на маке только одним образом затолкав вот этот файл в любой из редакторов и посмотрев на аспекты, а больше, пожалуй, никак. Вот. И к разговору о поднятом битрейте. Поднимая битрейт, качество мы не улучшаем, увеличим только объем файла. Ну, я думаю, с этим вопросом все, да? Ну, еще вопрос по настройкам на iTunes. А, iTunes. Ага. Когда выбираем информат, там, видите, это, ANC, а если это может быть, среди них какой-нибудь для средних пользователей лучше? Ну, вот опять же, что значит для средних пользователей? Это очень абстрактная вещь. Вот, я люблю зеленый чай, а вы черный. Какой средний будет чай? Никакого. Тричневый. Разве что так, да. Выберите тот, который вам конкретно подходит. Это настолько индивидуально, поэтому и хорошо, что у нас есть эта возможность. Что у нас есть возможность выбрать, во-первых, все-таки, что мы хотим. ААК? Эппл Варслес? Да? Или МП3? А может вообще ВАФ мы хотим? Мы сами там, мы хотим сграбить ВАФ и просто сделать копию как таковую, никак ее не изменяяя. Вот мы хотим хранить вот в оригинальном виде. В последнее время это важно? Сохранить? Каждый решает сам. Конечно, это достаточно много места будет занимать ВАФ, но есть люди, которые хотят так. Пускай будет мало, но хорошо. Так ЭСИ это ЛОССИ, а МП3 это ЛОССИ. Да. Разговор-то у нас идет о среднем. У нас нету среднего. Потому что вот человек слушает ВАФ. Я слушаю ЛОСС, да. Кто-то слушает МП3. Какой средний будет? Никакого. У нас он популярный стал средний. Это да. Популярный потому что, во-первых, спасибо интернету, который налево-направо в свое время на каждом углу, да и сейчас еще валяются незаконные МП3 файлы на всех помойках. Тут даже у меня разговор не буду на эту тему выскажу. Да, это то же самое. Соответственно, большой распространенность в интернете стала большая распространенность и как таковая среди людей. Потому что там телефон и все остальное. Оно, конечно, прежде всего рассчитано на эти файлы. Найти телефон, который читает... Ну, в авто еще можно найти, а вот те, кто читает lossless, единицы, умеют читать флаг, единицы. А что обезьяну API, что lossless яблочные, это почти нереально найти. Практически нереально найти. Ну, в лавпак, тем более, это вообще уникальная информация. Свои файлы не так? Нет, нет, я имею в виду, читать устройства, которые читают не в специальные плеера, продвинутые типа Corona или еще некоторые другие, да? А телефон какой-нибудь, предположим, смартфон. Аппаратный. Да, аппаратный, да. То есть, вопрос распространения, почему так популярили mp3? Даже не потому, что народ такой, скажем так, глухой у нас, а потому, что а на чем слушать-то? Люди не хотят слушать только на компьютере. Потому что у нас устройства, так сказать, хардварные, в принципе, не так давно появились, которые могут читать не компьютер, чтобы это были либо какой-то плеер, либо музыкальный центр, либо еще что-то. Ну, может быть, будет что-то, айфонные программы? Ну, я, честно говоря, не верю в то, что в айфоне будут когда-то, кроме Алла, какие-то другие читаться. Но у нас есть к айтюнсу... Что? На айфоне читается. Ну, вот у меня пока был айфон, я как раз авак слушал на него. Специально он при этом сохранилось достаточное количество файлов авак, потому что я в свое время был айфон, делал именно их. Вот, и я хотел как раз сказать, у нас есть чудесная возможность, чудесная возможность слушать, на самом деле, флаги на айтюнсе тоже, кто-то хочет пользоваться айтюнсом. Вот, потому что есть... Где-то у меня файлик, я уже все закрыл, секундочку. Так, вот у нас к айфонный файлик. Вот есть вот такая чудесная программа, флюк называется. Вот, это небольшой плагинчик к айтюнсу, поставив которую, вы можете прослушивать потрековые флаги в айтюнсе. То есть потрековые, у вас не будет возможности слушать. Да, да, у вас не будет возможности делать там копию диска, вот, седниекую. Вот, но вы сможете, вот если у вас потрековый флаг, слушайте его в айтюнсе. Вот. Она тоже бесплатная, ее можно скачать. Она один раз сделана и не обновляется уже. Ну, по крайней мере, у меня вот как вот два года назад ее скачал, так до сих пор версия та же самая на сайте лежит. Вот. Ну, наверное, просто это не нужно. Нет, если человек хочет по какой-нибудь причине, не хочет оказываться от айтюнса, ну, удобно, он слушает там все, у него большинство файлов, предположим, mp3, а флагов у него единицы. Хочет он как-то прослушать. Есть возможность спокойно запихать их в айтюнс, добавить туда теги и спокойно им пользоваться там. Соответственно, эта возможность есть. Ну, как я уже сказал, слушать я предлагаю именно когом. Сейчас я продемонстрирую еще. Так, файл открыть. Вот, давайте мы зайдем в музыку опять же. И опять же тот же самый. Вот, мы берем опять же QE файл. Оп. И у нас сразу же тоже загрузился здесь. А вот это просто любую пакшу открывает? Да, можно дракон-дрогом бросать в нее. То есть, соответственно, можно вот сюда забросить файл. Вот, где у нас там флаг. По сути, это делается плейлист, да? Это плейлисты есть, да. Вот здесь вот вверху даже есть плейлисты. Так, секундочку. Вот плейлист. Вот здесь можно очистить, перемешать и так далее. Это сохранится? Да, то есть, я предположим, сейчас из нее выйду. Вот, и сейчас я запущу ее заново. Даже я не запущу, я вообще кликну на файлик, чтобы он ее запустил. Вот, пожалуйста. Все сохранилось. Он все помнит. То есть, в принципе, его можно запросто использовать. Вместо iTunes он будет хранить ваши плейлисты. Вот, и вы можете группировать, вот эти вот колонки может добавлять или перетаскивать так, как вам надо их местами менять. Обложки не показывают? Он не показывает обложки. Он не показывает обложки. Еще раз говорю, что так как это аналог Fubar, Fubar без сборок не показывает обложки. Он тоже не показывает. Вот, то есть, его задача крутить музыку. Что он и делает? Он делает ее, во-первых, он делает это корректно. Он понимает все файлы, когда только существуют, за небольшим минусом. Файл ALAC, наверное, с какой-то вредности. Он не воспринимает Apple-овские теги. То есть, он все теги понимает, крупные Apple-овские. Если мы загрузим сюда ALAC, мы увидим просто там трек 1, трек 2. Ну, примерно та же самая история, когда у нас не тегированы файлы в iTunes с чужими тегами. То есть, он единственный, не знаю, с каких причин, каких соображений. Потому что программа обновляется чуть ли не каждую неделю. Приходят новые обновления какие-то. И при этом до сих пор корректного отображения тегов M4A нет. Ну, вот, собственно говоря, чем он еще хорош. То есть, помимо того, что, как я сказал, он уже умеет читать. Он, для кого важно, для кого не важно, не знаю, он очень корректно работает с LastFam. Вот у меня сразу он вылез тут. LastFam. Он умеет скорбить сразу же все это дело на сервере LastFam. Передавать данные. Что тоже, не знаю, для кого как, для меня приятно. Потому что я LastFam пользуюсь активно. Вот настроечки. Да, и еще забыл сказать. Он работает, конечно, с пультиком яблочным. То есть, это тоже очень удобно. А с ней я лучше? А не пробовал. Я знаю, что он с какими-то телефонами тоже работает. Но я сам не пробовал. Потому что у меня пультик HL2 валяется. Поэтому как-то вот мне не было нужды пробовать что-то другое. Вот здесь вот настройки такого только этого пульта. Все остальное, если то, что называется, повезет просто по... Да, 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 да. То есть, все. Что-нибудь по нему, вопросы какие-то есть? Нет, да? То есть, я вам сейчас еще покажу другие плеера для очистки совести. Хотя, я считаю, вот если этот плеер есть и iTunes, больше ничего не нужно. Не по маниачеству, потому что на самом деле. Этим вы сможете прочитать любой файл. Любой файл, который вам, ну, скажем так, заблагосудится себя на компьютере держать. Я не знаю такого формата, мне не попадалось, который бы он не проиграл. А с чего связано, что VLC очень часто, даже в познавленном русском... VLC, все-таки VLC, да? Это все-таки видеоплеер. И он очень плохо проигрывает файлы. Но флаг же просто... Дело даже не в том, насколько он хорошо проигрывает флаг или так далее. Он не заточен под корректное проигрывание музыки. Он просто неудобен. Поэтому я даже его не рассматриваю как плеер для прослушивания музыки. Хотя он умеет прослушивать, ну, может быть, 90% файлов. Я не знаю, почему, вот, скажем так, до единицы точно нормально все проигрывалось. Я просто уже давно не обращаю внимания, как там проигрывать, ну, до первой версии, да? То есть я не обращаю сейчас, как они сейчас проигрывают. Просто даже у меня в голову не приходит пихнуть туда файлы посмотреть. Ну, давайте ради интереса посмотрим. Вот у нас есть флаг. Вот у нас VLC. Ну, мы сейчас не услышим. Ну, мы не услышим, да, к сожалению. Там вот. Вот. То есть я поэтому не рассматриваю, не могу тут комментировать. Так, я хотел рассказать еще о других плеерах. Так, мы идем в аудио. Предположим, вот такой плеерочек маленький, буквально минималист такой. Называется он Vox. Он тоже бесплатный. Вот я... Вот он. Как я уже сказал, все, о которых мы сегодня будем говорить, они все бесплатные. Он тоже бесплатный. Он проигрывает любые файлы за одним исключением. Он не проигрывает CD-имиджи. То есть он умеет проигрывать любые потрековые файлы. То есть он не может открыть хуй. А во всем остальном это довольно-таки функциональный... Так, интернет хочет, да, ради бог? Вот. Вот, когда теги хочет посмотреть. Вот, соответственно, он умеет много, у него много возможностей. То есть у него есть тоже, да, безумно, точно, чтобы он тут не кричал. Вот. То есть варианты каких-то... То есть кому-то это, конечно, актуально эквилайзеров. Я не пользуюсь, поэтому мне это не актуально. Вот. Варианты еще всевозможного, скажем так, в виде настройки издевательства над звуком. Вот. Тоже для людей, желающих покрутить что-то. Это, в принципе, и вот такой вот смешной плейлист тут. Вот. Ну, у нас тут просто очень мало. Давайте ему что-нибудь там вы... Ну, ладно, не будем загружить. Просто плейлист будет большой, он будет вот так по-смешному выглядеть. Вот. При всем остальном, это просто очень маленький плеер. Кто любит минимализм и черный свет, пожалуйста, Vox. Но вы как бы не сможете играть на нем куи, образы дисков. Во всем остальном, абсолютно функциональный плеер. Так. Вот еще один плеер под названием Play. От той же компании, название не помню, надо посмотреть, которую Grabber Max выпускает, который мы рассматривали с вами ранее. Вот тут у меня уже просто загружен, я экспериментально загружал плейлисты. Он работает по принципу, немного смахивающим на iTunes. Чтобы файл на нем прослушивать, надо делать не drag and drop, а надо создавать библиотеку. То есть добавить в библиотеку. Вот. Просто мы добавляем в библиотеку. У нас появляется этот плейлист, которым как угодно можно над ним перемешивать, можем как-то передвигать местами. Настраивать его всевозможным образом. И тоже он у нас, собственно говоря, так выглядит. Все они в фоновом режиме работают чудесно. То есть закрыв его, мы его не закрываем, он просто уходит у нас в док и там спокойно играет. Они все имеют место быть, они все хороши. Этот, в отличие от Vox, играет все тоже. Он играет тоже и куи файлы, то есть образы диска, все. То есть, соответственно, он тоже вполне достойный. Вот. Единственное, что он с пультиком не работает. Для кого-то это может актуально, для кого-то нет. И у него нету возможности работать с LastFM. Ну, опять же, у меня LastFM настроен через игров, поэтому это тоже неактуально. Во всем остальном тоже довольно-таки неплохой плеер. Я не знаю, стоит вас еще плеерами мучить, потому что их еще там энное количество. Если вы просто при желании, наверное, не стоит тратить время, можете зайти ко мне на сайт. Там есть большая статья по этому поводу. Вот та же она где-то должна быть на сайте Эдип Эппла, статья по плеерам, про всякую другую мультимедийную чушь. Там как раз описаны все плюсы и минусы и тех, что я сейчас рассказал о плеерах многих других. И в скриншотах показано, как это все выглядит. Что я еще вам не рассказал? Ну, вот я еще. В принципе, почти все. Только нет, что я вам еще не показал сейчас вот этот волшебный плеер, который такой, как бы это правильно поприличнее сказать, выкидыш от Mozilla, которая сделала зачем-то гибрид Firefox'а с плеером. Ну, кому-то может это нравиться. Поэтому давайте мы про него не будем рассказывать, очень смешной плеер. Давайте перейдем к аудиокнигам. Потому что, если, конечно, опять же, у кого-то есть вопросы по тому, что я сейчас сказал, давайте, а то мы уже идем во аудиокниге. Время, потому что у нас уже час прошел почти. По плеерам, по грабинкам никаких вопросов нет, да? Давайте, да, поговорим по аудиокниге. Так, аудиокниги. Я специально взял контент. Для начала я хочу, прежде чем мы перейдем к программам, рассказать, ну, не знаю, все ли знают, что есть такой волшебный формат, который я лично безумно люблю. Он называется M4B, то есть библиотечный формат аудиокниг яблочных, яблочный, который работает с iTunes, iPod и некоторыми не яблочными плеерами. Чем он хорош? Что, ну, аудиокниги, как и какие-то музыкальные диски, которые вы сграбили, если мы не говорим музыкальные диски в видеобаза диска, да? То есть у вас получается некая гора файлов. Это не всегда удобно. Ну, предположим, приличная книга, которая звучит, может, 10 часов или больше, там страшное количество файлов просто получается. Это не очень удобно. Формат M4B, он представляет из себя, ну, до 13 часов, это один файл. Если у вас, мало ли, книга, там, на 20 часов, тогда там будет, соответственно, 9, 13 часов, один файл. Соответственно, это получается похоже на образ диска, как в аудио, да? То есть у вас все треки находятся внутри одного файла, а там просто при создании файла создаются закладки, примерно так же, как в QI показаны, отмечены места, где заканчивается трек, так и тут, где заканчивается глава или что-то еще. И вы просто можете передвигаться, если вы находитесь в корректном плеере, который понимает M4B, потому что, в принципе, его как аудиофайл проиграть может любой плеер, но надо, чтобы плеер понимал вот эти закладки, встроенные в нем. И, во-первых, он будет запоминать. То есть выключив плеер, но потом, включив снова эту книгу, на том же самом месте начнете слушать, что очень удобно. А самое главное, сможете передвигаться по главам. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Зайдем в iTunes, зайдем в аудиокниги. Я специально подготовил несколько книжек. Вот, предположим, Москва краснознаменная, да? Вот мы его запустили, он тоже, тут обложечка, но это стандартно для iTunes. И здесь есть волшебная вкладка эпизоды. Кто был на видео, там я рассказывал примерно о подобном MP4, можно прописывать тоже сегменты. Примерно так же, я могу выбрать нужную мне главу и просто перейти на нужное мне место. То есть, если, опять же, файл сделан корректно. То есть, изначально при создании созданы правильные теги, вот эти вот маркировки глав. И причем здесь не сделано, но можно при создании файла сделать для каждой главы свою обложку. Чем хорош еще М4Б? Помимо того, что у вас есть обложка файла как такового, углу которой, да? Вот, вы можете, ну как у книг это бывает иногда, пояснительные картинки к какому-то, там идет какое-то описание чего-то, и есть там схема или еще что-то такое. Это можно сюда включить. И если это корректно расположить при создании, в момент проигрывания нужного фрагмента будет отображаться нужная картинка. Предположим, там идет рассказ о какой-то битве и план битвы идет, да? Да, иллюстрация, это просто получается полноценная книга. MP3 вам этого не дается. Конечно, можно в каждый файл отдельно вставлять вот эти вот каверы, но это маленечко хлопотно. То есть, соответственно, вот так вот примерно выглядит корректно сделанная книга. У вас потом, когда вот вы там купили или сами сделали эти книги, вот тут вот у Deep Apple появилась волшебная партнера, это iMobil, которая торгует как раз такими файлами. Причем довольно-таки недорого. Вот у меня даже от iMobil же есть подарок, где-то здесь Пелагея, вот и Красный Бульдог. Вот, они тут на халяву подарили мне две недели назад. Не, не, не взятка. Не, они хорошие. Вот, и... Да, 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 практически. Продактвайсмен. Вопрос, Ватр? Я так понял, что если в каждой к определенной голове привязать картинку, а вот если схема, она не ровна в голове, а вот в одной голове там, это надо сделать? Да, понимаешь, я просто покажу, когда ты делаешь, что у тебя есть возможность самому устанавливать вот эти вот сегменты закладок, да, то есть там просто к каждой закладке соответствует какая-то картинка. Ну, возьми, возьми, ну да, возьми много. Но понимаешь, что тут тоже самая история, как и с музыкой. Что мы хотим? Много и абы как, или пускай мало, но так, как нам надо. Понимаешь, ведь тоже можно не заморачиваться вот с этими главами. Человек ведь сгрузил файлы, изначально не получит эти все названия, которые мы сейчас видели. Это же надо самому все написать. Ну, у нас же нет пока таких серверов, как с музыкой, чтобы она из куда-то из интернета вытягивала эти треки. Повезло, если, предположим, у тебя прописаны в mp3 файлах эти треки, и она их подхватила. Если кодировка совпала, да, и все остальное, тебе просто повезло, считай. У тебя почти нет работы. Просто 20 альбумов это одно, камера, да, это подгрузить. А вот если совсем нет. Да. Ну, вот, соответственно, предположим, вот Пелагея и Белый Бульдог есть у них там? Есть, молодцы, ребят, все хорошо делали. Поэтому, соответственно, опять же, просто мы сами уже выбираем. Да, мы сами выбираем уже, как нам надо. Если нам просто важно послушать, главы все равно будут. А вот маркировка, ну, будет там, предположим, 1, 2, 3, 4 пронумеровано, нам уже, в принципе, понятно, что двигаться, чтобы как-то дальше перейти. Но у нас не написано, если там у вас, предположим, сборник рассказов, как вот в данном случае с Булгаковым, да? Как с Булгаковым, где просто сборник рассказов, и мы хотим конкретный рассказ сейчас послушать. Мы не хотим его искать, где-то там тыкать во все эти. Это вот отдельный рассказник. Да, вот просто обратите внимание. Идет название, предположим, вот 40-40, да, фрагмент 1, 2, 3, 4. Это просто несколько фрагментов одного рассказа, а потом дальше вот под стеклянным небом пошло, да? Вот. Это сборник рассказов. Соответственно... Типа, да, если получается. Да? Ну, книга, она и должна быть книгой. Поэтому, соответственно, когда мы делаем книгу, вот, мы должны корректно сразу же... Я тут приходил несколько, давайте посмотрим, предположим, еще Гоголь, сразу же, раз он сейчас в библиотеку нам добавит. И это что у нас? И Ломоносов. Чуть-чуть у нас в библиотеке было не так скучно. И вот еще Горький. Все. Давайте зайдем в наш Эйтюнс. Вот они подобавлялись. Пожалуйста, Ломоносов. Так, вернись, Ломоносов. Пожалуйста. Тут вот названий нету. Просто... А, нет, есть. Это просто длинная биография сперва идет. Огромное количество. А потом пошли вот у него коротенькие стихи. Ну, как коротенькие, просто стихи пошли в конце. Вот. Мы, конечно, не хотим слушать его биографию. Это пропаде он пропадом. А хотим просто послушать его стихи. Вот с вами включаем и слушаем. Чего нам вот столько времени? Мотать или искать как-то, или мучиться слушать биографию Ломоносова. Да нафиг он нам нужен. Вот. Соответственно, вот... Ну, перед этим мы уже все это сделаем с самого родителя. Да. Соответственно, это все знакомо. Вот. То есть, в принципе, вот так это выглядит. Точно так же, если у вас айфон, айпод или какой-то другой айк, вот, который умеет понимать вот эти вот форматы, вы точно так же увидите и там сегменты, по которым может двигаться, там, глава или еще что-то. Вот. И это довольно-таки удобно. Особенно удобно с вас какой-то действительно там айпод или айфон, да? То есть, где очень непросто мотать там, особенно в айподе. В маленьком каком-нибудь. Ага. Чуть-чуть громче, а то я глуховат, бывший звукарь. Поверьте, лежат миги, а вот, да? В формате МП3, и все два разникли на каждой надежной фразе. Как объединить их в один МП3? Вот, мы сейчас к этому и переходим. Мы пока как таковой формат рассматривали. Вот. Вы так очень вовремя задали. Вот человек, вот человек в зале, наш человек сидит, да? Да, специально. Да. Да, это заславный казачок. Так, давайте мы как раз вот посмотрим. Я хотел рассказать о трех программках, довольно-таки быстро, которые это умеют. Почему о трех? Потому что одна из них бесплатная, две другие платные, одна вообще по сумасшедшей цене, но тоже имеет место быть. Так, аудио. Начнем вот с этой программы. Она платная. Она платная, стоит 10 долларов, честно говоря, не знаю. Не знаю, называть ли это платной. Может, мне кажется. Мне кажется, этого не так много. То есть, мы сейчас создаем некий проект. Даем ему какое-то название. Помещаем его на рабочий стол. Все, вот у нас такая вещь есть. Потом мы берем файлы. Вот, я взял папочку с книжками Гоголя. Вот, сюда мы прописываем название. Честно говоря, мне сейчас лень писать, я еще слепой, поэтому далековато не вижу. Просто вот так вот сделаю. Тут он как бы создает, что это жанр аудиокнига. Мы с ним соглашаемся. Потом мы берем вот эти все файлы. А, нет, нам нужна обложка сперта. Есть у нас обложки? Есть. Мы вот сюда добавляем обложечку, чтобы было все красиво. И переходим к созданию уже, как таковых, глав. Берем все файлы. Можно папкой бросить, можно файлами, как угодно. Сейчас он их добавит. Довольно-таки быстро. Извиняюсь, пока вы переводите. Аудиокниги нормальные, мне просто слушать. Я для вас попробовал, вообще ничего не слышу. Опять же, едем-дезайдем. То есть тут каждому свое. Он им ругается, что у нас там не все файлы аудио, потому что там у нас был текстовой файл и картинка. Так что все нормально. Вот. Кто-то вообще... Есть люди визуалы, есть люди аудиоалы, да? То есть есть... Я не знаю, я просто сумасшедший, потому что, во-первых, я читаю книги, во-вторых, я их слушаю и, в-третьих, я их делаю, как производитель. Я не знаю, кто их. Может, я потом их и слушаю, потому что я их делаю, я не знаю. Поэтому, соответственно, каждому свое в метро слушать можно. Вот что мы видим? Мы видим вот такой бардак. То есть, соответственно, ну что у нас? У нас не было тегов здесь, да? Поэтому мы должны назвать его сами. Здесь есть редактор тегов. Вот тут то, о чем я вам говорил. Вот тут можно писать какие-то названия, да? Что у нас там отражалось. А вот тут у нас есть, предположим, разные картинки. Мы можем каждому присвоить свою картинку. Вот этому мы его назовем по-другому как-нибудь, да? То есть у нас разные рассказы. Ну, чтобы нет уже картинку из принципа, да? Давайте возьмем отсюда картинку. Вот эту картинку, да? Вот, то есть, соответственно, да? Вот. То есть мы вот тут должны вот с этим повозиться. Вот, конечно, ну, можно прямо с диска. Если у вас там на аудиодиске редкое явление, но бывает иногда Союзов выпускать некоторые другие фирмы именно на аудиодисках, аудиокниги, да? Там штук 12. Может, у меня мастер Маргарита есть там 12 дисков. Вот. Как раз он может заснуть диск, и он сам сграбит. Это самое большое счастье, потому что, соответственно, сам все добавить, что надо. Вот. Но чаще всего, конечно, это MP3. Все. Работа закончена. Дальше только выбрать качество. Финиш. Вот. Здесь мы выбираем качество. Очень похоже на то, что мы с вами рассматривали, да? То есть, соответственно, либо так, либо, конечно, кастом. Вот. И тут мы сами выбираем уже. Ну, если вы засунули туда MP3, которая 96 кбит, конечно, это очень круто поставить 320. Это ровно то, о чем спрашивал человек, да? То есть, считать на битрейт такой же или ниже. Так как мы учитываем, какая книга. Вот тут очень важно понять простую вещь. Если мы слушаем голосовую книгу, предположим, очень популярные книги для слепых, где нет ничего, кроме голоса, где сидит тетка и монотонно читает книгу. Вот. Это, пожалуй, самые распространенные книги. То, ну, во-первых, изначально они не бывают больше, чем 96 кбитрейта. Редко. Когда 2028. Нет смысла нам ставить его больше. Это раз. Второй – это чистый голос. Это чистый голос. Нет, конечно, это чистый голос записан в студии с полутонами. Конечно, его тоже здорово. Там современные книги есть, которые записаны очень хорошо. Можно сохранить вот эти вот подголоски. Там тоже звукрюсер мучился, какие-то там эффекты накладывал. Вот. Это, конечно, 320 можно выбрать. А так вот чистый голос хватит до 128 за глаза. Даже 128 много для чистого голоса. Вот. А если... Ну, вот, смотри, мы выбираем какой-то... Предположим, у нас... Мы посчитаем, что вот этот Гоголь – это вообще аудиоспектакль. Что там много голосов, что они записаны, соответственно, с эффектами, с звуковыми, с кучей музыки, шумов и так далее. То есть, это спектакль. Красивый спектакль. То есть, его, ну, как музыку, битроэт низкий ставить нельзя. Вот. Мы выбираем 320. Все. Ну, сейчас сэмплирование – это понятно. Ну, 48 – это ни к чему здесь. Вот. Все. Ну, моностерео, да? То есть, если у вас начально файлы моно, зачем их делать стерео? То есть, опять же, тяжелее будет. Вот. Окей. Окей. Все. У нас все готово. Все, что надо – это, соответственно, сейчас его запустить. Да? Он пошел. Ну, не будем, конечно, сейчас это делать. Это не очень долго, но все равно у нас нет необходимости. Он сейчас поработает какое-то время и создаст нам готовый один файлик. Сейчас я восстановлю. Вот видите, тут написано 1 час 29 минут. В принципе, так, сейчас я отменю. В принципе, можно регулировать, скажем так, вот эту планку настройки. Так, вот видите, здесь 12 максимально. В принципе, 13 максимально, да? Здесь я ставлю 12. Вот. Ну, у меня еще с пленочных времен, когда бобины были 550 метров, я никогда не писал 550, писал всегда 520, не больше. Хвосты, то, что называется, привык оставлять. Это, может, мои заморочки. Поэтому я не люблю, чтобы вот это вот, то, что называется, подпритык было. Это мои заморочки. Это не значит, что так правильно. Вот. Поэтому у меня 12. В принципе, вот можете уделить вот файл, как я сказал, до 13 часов. До 13 часов один файл. Если у вас книга, вы туда засунули в голову файла, в которой 26 часов, она вам само разрежет на 2 книги по 13. Но я бы посоветовал вам все-таки саму укладу 13 часов, потому что она разрежет ровно пополам. Может, ровно в этом месте делить как-то вот не очень нужно, да? Поэтому я бы посоветовал саму создать как-то, как вам надо. Исходя из этого, уже... Вот вы же видите, вы же знаете, примерно там по главному. Причем, я опять же сейчас покажу вам. Мы же все здесь не вслепую делом. Мы же каждый файл при создании, мы же можем послушать. Вот, плеер. То есть, у нас звук отключили. Ну вот, то есть, вы можете прослушать каждый файл, чтобы, предположим, вы создаете вот ту самую книгу, которая, я говорил, со схемами, с картинками, не вслепую, чтобы. У вас поэтому встроенный плеер, это очень хорошая программа. Он позволяет создавать очень удобно, буквально не вслепую. Каждый файл прослушать, просмотреть, протегировать, создать параметры и, думаю, за это заплатить 10. Я думаю, с этой программой все. Мы ее можем закрыть. И причем, как я уже сказал, он создает project-файлик. Ну, если, скажем, сохранить его, да? Предположим, мы, ну, по какой-то причине, мы сейчас создали проект, мы с ним повозились, и мы сейчас нет времени заниматься вот кодированием, да? Мы просто вышли из него. И вот у нас на рабочем столе project-файлик, мы потом просто по нему кликаем. И дальше продолжаем то, с чего, значит, все осталось на месте. Он все помнит. Он умный. Все наши настройки, в том числе и здесь. Нет, битрейт он не узнает. Битрейт, скажем так, это вы должны посмотреть, какой битрейт у вас mp3-файл. Вот, это не проблема. Я не хотел спросить, 64 это вы сам устанавливаете? Не-не-не, это по умолчанию, скажем так, программа считает 64 достаточно. Ну, не так считают. Надо зайти в mp3-файл, посмотреть, ну, его как угодно. Можно в iTunes просто забросить, посмотреть, какой битрейт, в свой страх посмотреть, как угодно. Вариантов миллион. Соответственно, установить такой же или ниже битрейт, выше не надо. А так, 64 это просто программа сама. Что в том? Для каждого правила свой один. Нет. Увы, нет. Увы, нет. Она, как видите, просто вот тут на плейлисту, что называется. Увы, нет. Извиняюсь, последний вопрос. Хоть два. 44,1 и 48. Ну, ты понимаешь, 44,100 там, да, это самое? Да, да, да. А, вот между 44 и 48 разница есть, кроме веса, прибавленный, прибавленный вес? Мы не услышали. Тем более в аудиокниге. Да? Конечно. Частота стимплирования, нет. Не сипромозок. Нет, нет, нет. Это совершенно лишнее, то, что называется. Давайте другую программу рассмотрим. Так, вот программа, которая аналог, то, что мы сейчас рассматривали, но бесплатная. Как видите, она проще. Она сразу же переводит вот сюда. Здесь мы не можем прописать обложку. Здесь мы можем, ну, я вот все файлы. Не буду сейчас, просто несколько штучек брошу. Вот у нас добавил. У нас нету здесь каких-то таких вот волшебных, красивых вещей, но для редактора у нас нету редактора, но мы просто кликая по файлу можем его называть, как нам нравится. Точно так же мы здесь все можем это делать, главу называть. Мы можем тоже прослушивать его. Вот, соответственно, да, продвинуться. Тут даже есть ползунок, кстати, чего нет у того. Там придется весь файл слушать, а тут, вот видите, подвигаться. Если нам надоело слушать. Вот. Вот. А вот, честно говоря, я не знаю. Давайте посмотрим. Давайте. Да, может быть, да, действительно. Я вот так вот смело сказал. Давайте посмотрим. Так, звук. Потягиваясь, как человек, только... Так что это волшебно. Да, это волшебно. Соответственно, это очень удобно, но вы не можете добавить обложку, что не так страшно, потому что вы можете потом в iTunes ее добавить. Не проблема. Но, опять же, вы не можете сделать вот эти... Да, да, да. Вот эти главы сделать с разными обложками. Ну, это, честно говоря, так редко бывает надо. Большинство книг все-таки с одной обложкой. А зачем такая возняк, да мы здесь все эти теги можем сделать? Я имею в виду, потому что я имею в виду и обложку. А, и обложку. Честно говоря, я не экспериментирую, надо попробовать, перенесется ли она. Это надо попробовать, я не пробовал. Да, он может вообще их не перенести. Нет, он может вообще не перенести обложки, это надо попробовать экспериментально, не могу сказать. Вот, соответственно, все остальное он делает точно так же. Здесь вот вы задаете... То есть там вначале мы создавали, а здесь когда мы нажимаем... Отменю вот еще раз. Когда мы нажимаем создать книжку уже, то есть вы создаете название книжки, создаете автора, вот, указываете уже тип файла, mp3 или там... Там так же было, он не показал, тоже можно mp3, просто так, или аврак с закладками, да, вот этот вот, m4b. Вот, и, соответственно, тут уже выбираете то же качество. Но вот тут нам не предлагают 320, вам говорят, что за глаза 128, или вы маньяки, или хватит там 128. Он не понимает то, что 320 не может. С другой стороны, я вам сейчас вот тоже сказал так волшебно, а тут же... Ну-ка здесь посмотрим. Нет, нигде, он не может. Не понимает он, что бывает 320. Так, и, соответственно, тоже чисто ассамплирование, и моностирио. Он может смотреть про mp3. То есть, если там сейн на софт, он уже это берет... Да, 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 да. Ну, а может вам меньше надо. Может там она изначально 320, вам ни к чему такая расскажет. Тут я думаю, что опять же он берет zmp3, он 320 сделает, скорее всего. Хотя, опять же, на это экспериментально я не пробовал. Я вот той программой пользуюсь, я ее купил больше год назад. Мне ее тоже в свое время, когда я писал еще по... Перед этим, когда я еще начал писать статью, это не больше года, но почти год, по всяким музыкальным вкусностям на маке, мне ее посоветовали. И я ее попробовал, где мне она понравилась, я ее купил. Потому что я аудиокниги пользую, я сам с ними имею дело по профессии. И я посчитал, что 10 долларов это просто абсолютно хорошая цена. И как-то вот я честно говорю, что эти программы просто из спортивного интереса я знаю. Не вижу смысла. Вот это бесплатная, конечно, программа. Для того, кто начинает, наверное, лучше может начать с нее. А так, в принципе, не знаю, кто активно и много служит аудиокниги, проще купить ту программу, которая более функциональна все-таки. Да, я все равно попробую, наверное, как он может, чтобы обойтся в тайм, может скопировать и добавить. То есть вы предлагаете что-то сейчас делать, да? Давай. Давай. Что мы сейчас делаем? Вы предлагаете поставить... Музыкальный файл будет 32, 32, 32 киллабельный файл забить, раздумать, давить. И пусть он его вот так, сандартным, сделает книгой, и оставится 322 или нет. То есть вы предлагаете засунуть файл и посмотреть, изменит он или нет, 322? Мы, как раз, сделали такой файл. Я понял вас, давайте сейчас. Ну, мы можем пока о чем-нибудь другом говорить, оно делает. Долго стоял акша. У нас мы же сделали тут на 320. Вот. Давайте мы его и сделаем. Какая проблема? Да, он пока делается. Да, он пока делается. Чего, уже что ли? Ну, собственно... Так, я его, честно говоря, не вижу слепой. А, так он МП3 тоже. Сейчас, давайте-ка мы его сделаем так, как нам надо. МП3, это невкусно. Так. Вот такой мы сделаем. А то что такое МП3? А, вот тот. А там-то, естественно, он просто ничего с ним и не сделал. Да, он просто скопировал еще раз. Ну, в принципе, тут довольно-таки быстро, можно подождать. А пока я вам все-таки не буду тратить на это время, пока я вам расскажу. Есть еще одна программка. Она вообще какая-то сумасшедшая по цене. Она стоит почти 40 долларов, 36 долларов. Чем она интересна? Люди, некоторые, скажем так, ну, где-то купив ли, найдя ли где-то еще как-то, взяв файл МП4, начинают жутко ругаться. Говорят, ну, зачем, мне неудобно, я хочу, чтобы как раз гора файлов была, не хочу один файл. Вот есть как раз волшебная программка, которая может обратно вам распилить вот этот... Вот если на формах вот посмотрите, очень часто спрашивают, чем можно распилить обратно на МП3, на файлы, вот этот М4Б. Вот эта программа может. У него единственный такой минус, вы справа уже заслонить будете в iTunes. Он брать умеет только из iTunes, да? Когда мы нажимаем, у него есть варианты аудиокниги и больше ничего. Вот. Соответственно... Да, да, да. Чувствую. Вот. Соответственно, вы можете либо взять МП3 файлов, вот горы МП3 файлов и создать в них один МП4, либо взять один МП4, что более актуально, да? И распилить его на запчасти. Вот. Я не знаю, будем ли это делать. Я, кстати, экспериментально попробовал, делает. Пилит их по главам. Соответственно, кому это надо, вот. Такая программка есть. Я недолго рассказывать не буду, но это просто часто спрашивали, поэтому я не говорю, что можно распилить эти файлы обратно на МП3, если кому-то нужно. Если кто-то злостно ненавидит Apple-овский формат М4Б. Ну, мало ли. Больше они, думаю, будем тратить не будем. Так, что у нас тут получилось? Так, где у нас тут? Где у нас тут? Так, это не оно. Интертония же, ладно, сейчас еще раз его. Да, да, стопи справа. Да ладно, сейчас вот так вот, чего уж там мучиться-то. Так. Вот он на рабочем столе. А, он на рабочем столе, точно, он же на рабочем столе бросил. Так, вот он, вот он. Сейчас у нас его iTunes запихает. Вот он и запихал. Собственно, давайте посмотрим. Так что вот, эксперимент автоматического выстраивания бетаэта, не знаю, из каких соображений поставил 96. Потому что мы стояли автоматом там, да? Поэтому вот так вот. Ну, опять же, трудно поковыряться. Может быть, что-то с ним можно сделать, не знаю. Ну, то есть, никому интересно, я могу поковыряться и потом отдельно рассказать. Можно ли как-то его переучить? Ну, зачем он поставить? Ну, вот я тоже думаю, зачем. Есть ли какие-то по аудиокнигам вопросы? Все понятно, да? Какие сегодня понятные люди вопросы? Я рад не слушал аудиокнигу. Правильно. Бои аудиокнигу. Ну, и напоследок, раз мы, собственно говоря, еще успеваем, я хочу рассказать вам о электронных книгах. То есть, мы уже со звуком маленько, можно сказать, как покончили, и на закусочку многие читают книги на айфонах, на девайсах, вот типа, как вот я читаю, на айфонах, там другие маленькие книжки, неважно. Вот, ну, опять же, во-первых, нам нужно каким-то образом это все дело кодировать, потому что форматов разных много. Нам нужно между форматами тоже, как же мы с аудио были, нам нужно как-то между форматами взаимодействовать. Это раз. Второе, надо как-то на книжку это закачивать. Может, конечно, на карточку бросить, но есть более корректные. Скажем так, свои iTunes, да, для таких книг. Вот, и также мы должны читать на нашем маке каким-то образом, просто сидя, может быть, где-то там, я не знаю, на работе, в стихушку от начальства читать книги, делая вид, что мы работаем над документом, да. Поэтому я хочу вам рассказать о нескольких программах. Самое так, давайте сначала я подключу вот эту книжку, которую я зачем-то сюда принес. Так, сейчас мы ее подключим. Подключается. Я запущу программку. Вот такая программка, называется Calibri. Сейчас она запустится. Ага, вот она, она запустилась. Во-первых, это универсальная программа, которая, во-первых, умеет хранить в себе библиотеку. Вы можете создать библиотеку, которая, как в iTunes, будет у вас просто отображаться в таком плейлисте. Вы можете конвертировать из одного формата в другой. Вот он нашел ридер. Вы можете добавлять в ридер отсюда, правило, из этой библиотеки туда. И конвертировать, самое главное, между форматами, что самое актуальное, и читать на ней можно. Теги прописывать, все, что будет. То есть это полноценно. Вот он нашел новую версию. Мы пока про это и поговорим. Соответственно, мы можем посмотреть, что тут у меня на ридере хранится. Куча всякого хлама. И то, что вот здесь просто, на компьютере. Вот у нас уже отразилась книжечка. Информация о ней. Полноценненькая. Так, он еще продолжает ее загружать. Это вот для оправки тегов. Потому что их потом удобно сортировать. Можно, если кто пользуется ридерами. Там же есть сортировка по коллекциям. Соответственно, вы не можете называть там как-то у меня юмор, или еще что-то. И потом уже по этим коллекциям дальше передвигаться. А, тут еще забыл. Еще в ней есть встроенная читалка новостей. То есть можно подгрузить сюда некие серверы. И, соответственно, читайте. Но я не подгружал, не пользуюсь этим. Тут как раз можно добавить. Поэтому у меня это не настроено. Вот конвертер. Он конвертировал между форматами. Ну, вот, собственно говоря, такая вот программка. У многих форматов подъявляется. То есть, например, у нас Sony конкретно. Конечно, отображает все форматы. Да, это Sony отображает. Он отображает все форматы. Вот. Я специально для этого взял... Здесь где-то у меня есть... Вот знаменитый FB2. Самый популярный формат. Так, и чего? И оно у нас вылетело. Как здорово. Не читает, да? Нет, читает, читает. Куда он ленится? Так, он не добавился? Так. Пробуем так. Если бы он не читал, он бы его... Вот. Он добавился. Пожалуйста. А теперь мы можем его просто конвертировать. Потому что при добавлении в Sony мы просто начнем вот его запихивать, он автоматом конвертирует. А можем просто конвертировать его. А хранить здесь мы можем в любую формату. Вот. То есть она не только на Sony рассчитана. Потому что это не программа для Sony. Это программа, в принципе, для ридера. Да, да, да. Подключить другой... Он просто вот мне вот говорит, что найден. Вот найден Sony Reader, да? Вот. Соответственно, он бы нашел другой. Вот подключен Sony Reader. Подключите сюда какой-нибудь другой, будет бы написано другой. Вот. Соответственно, это такая вот, пожалуй, самая уникальная программа. Она развивается довольно-таки горно. Ну, может, не так часто, как-нибудь. Ну, как минимум раз в два месяца обновление новое выходит. Да. Но одно время она вообще спала. Где-то, наверное, я ей пользуюсь тоже, где-то, наверное, года полтора-два. Вот. Когда я только начинал пользоваться, она вот одна была. Она вообще была одна единственная. Она не умела конвертировать тогда. Она умела все, что умела. Это вот именно вот взаимодействовать с ридерами. Вот. И она вот за это все время обросла, похорошела, появилась возможностями. Вот добавились новости туда. То есть, что у нас не новости можно было читать. И, возможно, даже я не пробовал запихивать их как-то на ридер в какой-то файл. Я не пробовал. Не знаю. А как это конвертировать? Ну, сейчас так как сам. Давай, мы не так сейчас. Ну, где же я? Так, а какую я добавил? Я, честно говоря, не... Ага. Конвертировать. Ну, так, это теги. Ну, вот тут все прописано. Ну, все, просто окей, нажать и все, больше ничего. Тут возможность с ней поработать просто. Да. А так, в принципе, вот окей, и больше ничего. Тут просто настраиваешь, какие тебе нужны входы-выходы, как говорится. Какие нужны там параметры, может, теги. Да, да, да. Вот. Все, тут очень много настроек. Метаданные, вот, довольно-таки большие. Можно обложку сюда добавить. Потому что эта книга только что брошена. Вот те, которые я уже добавил ранее, они с обложками. И они, обложки, возможно, если есть изначально в файле, он их сразу же сюда добавляет. Если они в B2 есть, и он с ней с обложкой теперь конвертирует ее. А с ней ты можешь добавить вот в этом конверторе. Вот. Вот отправить в устройство. А то есть добавить туда. Так, ну что еще о ней рассказать? Наверное, все. Потому что по большому счету с ней все понятно. Я хотел еще показать читалки на самом компьютере. А она платная? Бесплатная. Бесплатная. У нас платная только были под аудиокнигам две. Все остальные бесплатные. Которые мы сегодня говорим. Вот. Есть программа, которая мне очень-очень нравится. Я сам иногда пользуюсь. Вот. Называется она «Знайка». Довольно-таки удобная программа. То есть это она так вот по листочку листает. Пробелом. Да? Ну да, обычно. Этого немало. Потому что долгое время я сам, если вот зайти в РУМАК и задать вопрос. Вот читалка для этих. Можно найти мой двух- или трехлетний данности вопрос. По поводу FB2 читал. Для МАКов их не было. Их долгое время не было. Вот это, скажем так, программа, построенная на энтузиазизме человека конкретно. Как эта, так и другая, как я сейчас скажу. Но если вот «Знайка», она, ну, тоже практически не обновляется. Более-менее так обновляется. Это на «Хоботе», то есть на «XBT» может зайти. Там вот у них есть отдельная ветка. Там как раз разработчик программы сидит и общается с народом. Что там убавить, добавить. А там ссылочка есть, откуда ее скачать. Это абсолютно такая самодельная, можно сказать, программа. Но она хорошая, она умеет все, что нужно, будем сказать, для читалки. Самое главное, она умеет хорошо, корректно отображать книгу, удобно для чтения. Это самое главное для читалки. Как и вторая программа, которая вообще никак не обновляется. Человек ее сделал год-два назад и больше с ней ничего не делает. Но опять же, в ней есть все, что надо. Сейчас мы ее запустим. Так, где она стоит, да? Вот она. Называется она «MacBook Reader». Нет, ну я выбрал те программы, которые, на мой взгляд, просто интересные. Сейчас их появилось некое количество. Но эти делают очень хорошо, просто, на мой взгляд. Это тоже самое. Почти то же самое. Покажу разницу. Вот разница. Редактирование. Возможность цитат, пометок и всего остального. Это очень актуально. Она, ну как сказать, они разные. Да, очень. Читать то удобнее, я бы сказал так. Мне она нравится больше. А если мы хотим сделать что-то с файлом, пожалуйста, вот эта программа. Бесплатная. Бесплатная тоже от разработчика. И не обновлялась уже года полтора. Ну и, собственно, хал. Если есть вопросы. Я вроде уложился. Можно подойти? Открыть? Пожалуйста. Ну, я думаю, может, когда уже не ждали нас или как-то. Или, чтобы все... Пожалуйста. Пока темно. А, ну давай. Пока темно, пока никто не увидит. Давай тогда я пока два слова, которые я заявил, все-таки еще в теме семинара. У нас там было последний... У нас там был среди пунктов, которые я там обозначил в теме, у нас пресловутый пятый пункт есть там. Пятый пункт, у нас там есть законность всего этого безобразия. Законность, тут можно сказать коротко. Я об этом, пожалуй, говорю, наверное, на каждом семинаре, где говорю о каких-то мультимедиа, в том числе о торрентах. Законность заключается... Как сказать, незаконные действия... Незаконные могут рактоваться ваши действия в том случае, если файлы, которые вы сделали для себя, вы начинаете раздавать, в том числе давать друзьям посмотреть, послушать. Когда вы купили диск и заплатили за него деньги, если вы не нарушаете право копирайта, не делаете копии для кого-то, вы вольны использовать так, как считаете его нужным. Купив, как говорится, батон колбасы, вы не спрашиваете у мясника или у продавца магазина, можете ли его порезать и искрошить, скажем так, в какой-то бегус. Или там, не знаю, купив кусок дерева, вы вольны, как говорится, выставка из него буратин. Тут вы до тех пор, пока не начали каким-то образом это использовать, в коммерческом ли, некоммерческом ли плане, ваши действия не являются незаконными. Поэтому я всегда всех призываю не давать даже друзьям. Это, скажем так, вы можете за это поплатиться, у нас наши законы, в некотором смысле, хоть они, я как правообладатель говорю, хоть они и бездарные, они не защищают правообладателей, но они очень сильно мешают простым гражданам, будем так говорить. И вариант даже книга обмена, который был при советской власти, на сегодняшний день наказуем. Поэтому, когда вы взяли диск и скопировали себе на iPod, до тех пор, пока вы сами этим пользуетесь, это не является незаконным действием. Как только вы уже iPod с этим файлами дали другому послушать, вы уже нарушили закон. Копировать, не копировать, вам решать. Есть лицензент? Я думаю, что пока нет, но думаю, что они будут. Я думаю, что они будут, потому что пока есть более крупная рыба, которая более серьезно, скажем так, нарушает на коммерческом основе. Во-первых, есть торренс-рук, который можно поставить как угодно. Есть люди, которые что-то делают, записывают на болванки, как, опять же, товарищ, который скачал что-то в сторону и записал на болванку за тысячу рублей. Вот это и есть преступное деяние с точки зрения закона. Хорошо, а вот такой вот вопрос. Вот, допустим, я купил диск, да, и его даю послушать друзьям. То есть это не закон? Как угодно трактовать можно. Послушать, нет, постой минутку. Не стой минутку. Дать послушать, вы можете. Включить его на улице, вы не можете. Да. Дать послушать, вы можете. Вы же ему не сделали копию. Вот если вы переписали ему диск, вы нарушили закон. Вот тут спорно, сложно сказать. Потому что, с одной стороны, когда вы сделали копию, вы же сделали копию файла. Для себя, для себя, для кого-то, это для кого-то вы сделали копию. Вы нарушили копирайт. Диджей тогда вообще как-то. Я не берусь, говорится, не я эти законы писал. Я вот буквально на iCommunit недавно был, там как раз была серьезная битва в 3 секции по поводу авторского права в интернете. Все очень непросто, все очень сложно. Поэтому я тут очень тонкая материя. На себя я могу сказать, как производитель, я сторонник цифрового контента, как производитель. Или я человек, который производит цифровой контент, который платит авторам деньги, авторам книг и так далее, за производство аудиокниг. И который платит актерам, которые эти книги читают. И у нас есть при этом бесплатные проекты. То есть проекты, которые заветно делаются для свободного распространения. И при всем при этом мы недавно эти проекты вынуждены были снять. Потому что оплатив автору, оплатив актеру, я не имею права распространить их через интернет бесплатно. По нашим законам. Хотя копирайты всем не принадлежат. И мы как раз эту тему тоже обсуждали вот на 3.3 на e-com. Смотрите, бесплатно можете бесплатно? Да. Вот это тот нонсенс, который мы недавно обсуждали вот на этой конференции, которая прошла совсем недавно на e-com. Поэтому... Можно бесплатно сделать регистрацию? Нет, можно донейшн сделать, как делали круг e-com. Можно сделать донейшн. Вы можете им ничего не платить, это ваша воля. Но тут все не очень просто. Еще раз говорю. Все не очень просто. Вопросы? Ну, то есть, можно купить вот эту таланную книгу, записанную, и за 10 долларов программу перегнать, да? Теоретически, да. То есть, потому что у вас очень много будет все равно границ, когда вы можете нарушить сами, потому что не веду. По нашим законам. Что-то вот мне вот буквально на днях говорили, что какой-то еще новый зверский закон, который я еще пока не знаю, поэтому я так вот аккуратно еще комментирую. Потому что говорят, что что-то еще здесь уже точнее какие-то есть. Нет, я там в случае про технический аспект, я не про вас. Ну, в большинстве стран мира, да. Нет, нет, я вот про ваши книги, которые вы через Азон распространяете. Я это понимаю. Купить, да. Да, я говорю, что просто теоретически, да. Большинство стран мира, вот эти все программы, когда мы говорили, это же не наши программы, это законно-легальные программы для легального использования контента. То есть, вопрос ведь в том, как вы используете. Потому что и торрент можно использовать по-разному. Можно качать пиратские фильмы с какой-нибудь там рутрекера, да? А можно в библиотеке BBC, потому что торренту скачивать их файлы, а не использовать технологию peer-to-peer. Так что, я всегда говорю, что нож, это не орудие убийства, и можно хлеб порезать, а можно человека. Так и тут. Как вы используете тот или иной инструмент? Ведь вы можете, предположим, взять эти, которые мы говорим сейчас, вот треки, они, может, вами вообще созданы. А вы можете, с другой стороны, взять эти же программы, взять чужой диск, который вы даже не купили, а взяли где-то на прокат, сделали копию и начали продавать через интернет. Вот как это тут трактовать, да? То есть, все зависит от вас. Программа одна и та же. А деяния в ней разные, да? Итак, кто там в темноте еще хотел? У меня еще вопрос по поводу iTunes. Там есть iTunes, который по локальной сети определяет самые популярные... К сожалению, вот тут не расскажу. Ну, в общем, не суть. Даже в том же iTunes DJ, там же можно габриотеку выставить в общей доступе на сети, а как люди, которые будут слушать... Вот так и будет, вы нарушили закон, как только вы выставили что-то в сети. На самом деле прописаны права. Если у компьютера есть доступ к аккаунту на iTunes, то он считает за защищенные платы. Нет, есть другая еще история, даже не в iTunes история. И у вас же есть возможность расшарить любую папку на маке. Раскрыли шару, там, предположим, в локальную сеть, и вы пират. Все. Я же говорю, грань очень тонкая. Все, что вы сделали, вы просто открыли шару на какую-то папку. С перепугу туда положили музыкальные файлы. Даже может по ошибке просто. Просто нужно либо файлик скачать с ихней станции, либо взять URL. И там просто... Есть где-то, допустим, уже сразу... Лучше мне потом написать. Я пришлю... Есть, во-первых, очень много в сети этих самых же сайтов, где перечислены наши станции. Я просто сейчас на память не помню, у меня есть где-то в закладках. Не-не, это надо меня спросить. У меня в закладках есть, там вообще все станции России. Там можно не только московские, там, может, какого-то там, Новосибирск, там, Екатеринбург, там, не знаю, там, Самары станции. То есть, у них есть вещание онлайновое, можно подгрузить. Я просто слушаю некоторые станции в других городах. Зачем, в вопросах нет, все станции? Не скажу. Вот. Есть другая программка волшебная, которая, как же он, Snow Tape, по-моему, называется. Snow Tape, вот она больше, а вот с этим пройдешь. Дело в том, что просто она больше может. Этим тоже может меньше, он просто не все. Нет, дело не записать. Дело в том, что он просто больше количества разных форматов, Орлов понимает. Тут не все просто понимают, не все потоки понимают, айтюнс, ну, в чем дело. Вот я пытался, допустим, какие-то. Да. А Snow Tape, по-моему, радио, шифт, они реал аудио, поток, форму аудио. Да почти все, почти все. У меня не было проблем ни с одной станции. Потому что я, предположим, RSN так и не смог добавить в айтюнс. Вот их поток не хавается айтюнсом. Некоторые другие станции, по-моему, радиофакультет не смог добавить. Соответственно, добавляется просто, либо какой-то файлик скачивается в Орловске, либо руками прописывается. Хорошо. Включай, но вот, а вот... Нет, так кто-то в тюнете хотел. Включай, не горячий, всем спасибо. И если есть вопросы, что все-то в порядке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!